ВЫХОД В ЛЮДИ ВЫХОД В ЛЮДИ ВЫХОД В ЛЮДИ ВЫХОД В ЛЮДИ А вот вам лично какая ёлка больше всего понравилась? Мне лично понравилась самая архитектурная, на мой взгляд, ёлка. Ёлка в виде буквы Ё. Я ещё усмотрел не только архитектурный мотив в ней, но и какое-то ёрничное по поводу, наверное, ё-мобилей в нашей стране, и вообще использование буквы Ё в русском языке. Итак, победители в конкурсе «Ёлка как арт-объект определены» и ими стали. В номинации «Самая кропотливая ёлка» победила дерево или объект под названием «Они живут в итальянском квартале». В номинации «Самая высокотехнологичная ёлка» сразу два победителя. Это ёлка-антенна и ёлка-счастье. Самой не ёлкой признана ёлка-бункер. Самая новогодняя ёлка – ёлка без шаров, как шарик без ёлки. Не обошлось в конкурсе без номинации «Самая светская ёлка», и здесь победитель ёлка от компании «Мэйн Пипл». Ну и, наконец, дошло до двух главных номинаций. Первая из них – это «Самая народная ёлка», за неё голосовали зрители. Здесь победил арт-объект под названием «Анатомия рождественского чуда». А гран-при конкурса досталось арт-объекту «Возвращение». Все 30 объектов будут находиться на территории Красного Октября до 14 января. Поэтому, кто не успел, тот ещё может посмотреть на ёлку-бункер, ёлку, которая представляет из себя коврик, ну и другие ёлки.